Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Сева, и добро пожаловать на мой канал, где мы вместе с вами изучаем английский язык. И сегодня на этом уроке мы будем читать текст, который называется «Моя семья». Читая этот текст, мы будем с вами его переводить и записывать новые для нас слова. Думаю, что видео будет полезным для вас, а также интересным, так что присаживайтесь поудобнее, доставайте свои ручки и тетради, а я начинаю. Итак, «My family», то есть «Моя семья». Сначала будем делать так, смотрите, читая первое предложение «Я», потом вы ставите на паузу и читайте самостоятельно, а потом пытаемся перевести. А также в этом тексте незнакомые для нас слова мы будем записывать. Итак, давайте начнем. Meet – это встречаться или же просто встреча, но в данном моменте будет переводиться как «Знакомьтесь с моей семьей». Meet – это «Моя семья». Meet – это «Моя семья». There are five of us. My parents, my older brother, my baby sister and me. There are five of us. То есть «Нас пятеро». Первое – это «My parents». Родители. My parents – «Мои родители». My older brother – «Мой старший брат». My baby sister – «Моя маленькая сестра» или же «Моя маленькая сестра» или же «Моя маленькая сестра». And me – «Я». Дальше. First – сначала или же «Во-первых». Meet my mom and dad. Познакомьтесь с моими мамой и папой. Jane and Michael. Значит, вот ее родители. Jane – это ее мама. И Майкл – папа. Значит, my mom enjoys reading and my dad enjoys playing chess with my parents. My mom – «Моя мама». Итак, значит, my mom – «Моя мама» enjoys переводится как «Наслаждаться» или же просто «Любит читать». Давайте запишем это слово. Enjoys. Окей. Enjoys. Запишем как enjoy. Наслаждаться. Наслаждаться. Значит, enjoy – это наслаждаться. Вот наше первое слово. Enjoy. Наслаждаться. Значит, my mom enjoys reading and my dad enjoys playing chess. И мой папа любит играть в шахматы with my brother Ken. С моим братом Ken. Дальше. Читаем дальше. Итак. My mom is slim and razor tall. Slim означает стройная. My mom slim. Давайте запишем. Slim. То есть, стройная. Slim. Стройный. Slim означает стройный или же стройный. И так дальше. Так, где же мы остановились? А, вот. My mom is slim and razor tall. Rather – довольно высокая. Здесь переводится как «довольно высокая». Моя мама стройная и довольно высокая. Дальше. Так. She has long red hair and big brown eyes. Значит, she has… У нее длинные рыжие волосы. Не будем переводить как «красные». Будем переводить как «длинные рыжие волосы». And big brown eyes. И большие карие глаза. Дальше. She has a very pleasant smile and a soft voice. У нее очень приятная улыбка. And soft voice. И нежный голос. Soft – это как бы мягкий, но здесь будем переводить как «нежный». Читаем дальше. Итак. Где же мы остановились? Вот она. Моя мама очень добрая and understanding и понимающая. Understand – это понимать, understanding – будет понимающим. Дальше. We are real friends. Мы are real – настоящие друзья. Значит, we are real friends будет «мы настоящие друзья». She is a housewife. Housewife – это домохозяйка. Давайте запишем это слово. Housewife – домохозяйка. Итак. Housewife. Housewife – домохозяйка. Так вот. Housewife. То есть домохозяйка. Читаем дальше. As she has three children. As she has three children, she is always busy around the house. Поскольку. Поскольку у нее трое детей, она всегда занята по дому. As she – поскольку, ну, поскольку у нее трое детей. She is – она, always, всегда, busy, занята around the house, по дому. Читаем дальше. Итак. She takes care of my baby sister Meg. Она заботится о моей маленькой сестренке Meg. Who is only three months old. Значит, смотрите, даже можно перевести так. Она заботится о моей грудной сестренке Meg, которой только три месяца. Читаем дальше. Итак. My sister is very small and funny. My sister – моя сестренка. Very small. My sister is very small. Очень маленькая and funny. И забавная. She sleeps, eats, and sometimes cries. Значит, она, как и все маленькие дети, она спит, ест и иногда плачет. Читаем дальше. We all help our mother and let her have a rest in the evening. Значит, мы все помогаем нашей маме and let her, и даем ей have a rest, отдохнуть, in the evening, вечером. Значит, мы все помогаем нашей маме и даем ей отдохнуть вечером. Читаем дальше. Then, she usually reads a book or just watches TV. Значит, даже вот когда они дают, как бы когда они даже помогают их маме и дают ей отдохнуть вечером, тогда она обычно читает книгу или просто смотрит телевизор. Or just watches TV. Дальше. Итак, my father is a doctor. Мой папа врач. Или же доктор, без разницы. He is tall and handsome. Он высокий и красивый. Beautiful handsome. Это синонимы. Давайте запишем это слово. Handsome. Красивый. Handsome. О-М-И. Handsome означает красивый. Вот наше четвертое слово. Handsome означает красивый. Итак. He has short dark hair and grey eyes. Значит, у него короткие темные волосы и серые глаза. Grey eyes. He is a very hardworking man. He is on very hardworking. Трудолюбивый. Трудолюбивый. Давайте запишем это слово. Hardworking. То есть трудолюбивый. Hard. W. O. R. Hardworking. То есть трудолюбивый. 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 Hardworking. He is rather strict with us. He is rather. Довольно. Он довольно строг с нами. Bad. Always fair. Но всегда справедлив. Он довольно строг с нами, но всегда справедлив. Итак, читаем дальше. Окей. Где же мы остановились? А, вот. My older brother Ken is 13. Так, значит, моему старшему брату. Кену 13. And he is very clever. И он очень умный. Clever – это умный. He is good at maths and always helps me with it. Значит, он хорош в математике и всегда помогает. Или же даже можно перевести так. Он хорошо разбирается в математике и всегда помогает мне с ней. Because I can hardly understand all these sums and problems. Потому что я едва понимаю все эти примеры. И задачи. Дальше. Ken has red hair and brown eyes. У Кена рыжие волосы и карие глаза. Читаем дальше. My name is Jessica. Меня зовут Джессика. I am 11. Мне 11. I have long dark hair and brown eyes. Давайте это предложение вы переведете сами и напишите мне в комментариях. Я обязательно проверю. Значит, I have long dark hair and brown eyes. I am not as clever as my brother. Я не такая умная, как мой брат. Значит, I tried to do my best at school too. Значит, я не такая умная, как мой брат, хотя я очень стараюсь в школе тоже. I am fond of dancing. Значит, смотрите. Я увлекаюсь танцами. Our dancing studio won the best dancing studio in 2021 competition last month. Значит, our dancing studio. Our, наша dancing studio, танцевальная студия, won, то есть в прошедшем времени, выиграла the best dancing studio на лучшую танцевальную студию в 2021 году last month, в прошлом месяце. Читаем дальше. I am very proud of it. Я очень горжусь этим. Proud – это как бы гордый. Давайте запишем это слово. Proud – гордый. Гордый. Или же гордиться. Но я запишу как гордый. Итак. I am very proud of it. I also like to help my mother with my little sister very much. Я также, I also, очень люблю помогать моей маме с моей маленькой сестренкой. Читаем дальше. Our family is very united. Наша семья очень дружная. United – это даже переводится как объединенная. Ну, можно также перевести как дружная. Читаем дальше. We love each other and always try to spend more time together. We love each other. Мы любим друг друга. And always try. И всегда пытаемся to spend more time together. И всегда пытаемся проводить больше времени вместе. Ну, на этом наш текст закончился. Ребята, давайте вы сейчас сделаете скриншот. Сфотографируйте вот эти новые для вас слова. А потом их выучите. А также можете сфотографировать этот текст. И читать его самостоятельно. Чтение очень помогает в английском языке. Чем больше читаете вслух, тем лучше у вас становится речь. Вы ее развиваете. Ну, на этом все, ребята. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.